всем здравствуйте с вами школа креатива и я юрова александра сегодня мы с вами напишем вот такой розовый букет для работы нам потребуется холст размером 30 на 40 я взяла кисточки большая двадцатка десятка плоская плоская кисть поменьше четвертый номер тройка круглая краски белила титановые кадмий красный темный веридоновый цвет индиго кадмий желтый светлый и кармин цвет кармин так начинаем с наброска масло льняное взяла и салфетки конечно же тоже будут нужны можно эту картину писать не обязательно масляными красками можно взять акриловые допустим краски или даже ваш возьмем красную красочку и наметим нашу композицию композиции у нас асимметричная ваза занимает вот так половинку почти половинку холста разметим как бы крайние точечки крайние розочки где они у нас будут находиться так чтобы букетик у нас красиво распределился по холсту вообще общая форма вообще какая букета она такая очень и очень асимметрично можно вот провести диагональ посмотрите да можно провести диагональ самые нижние цветочки они падают почти на до уровня до уровня донышка вазочки вот а самые верхние цветочки приходят почти в правый левый верхний уголок вот то есть вот такой вот такую диагональ можно здесь увидеть и вот слегка такую наклонную можно еще провести такой полу диагональ вот просто чтобы в целом ориентироваться и для того чтобы правильно наметить композицию нам вот после того как мы это сделали мы переходим к фоном я взяла масло я взяла белила и взяла немножко краски индиго получился такой сероватый приятный оттенок можно сделать несколько таких вот как бы замеса растяжку от светлого до более темного да и вот так поочередно наносим эту краску где-то можно чуть-чуть примешать розовенькой красненькой так чтобы закрылся у нас намеченный контур слегка примешиваем розовую но очень аккуратно немного ее домешиваем вот так ну в целом фон смотрится как такой бледно-серый цвет где-то есть такие немножко участки посветлее чуть-чуть потеплее как сделать краску потеплее до в белый капельку желтенько прям вот мало 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 микрошечку совсем мало получится светло-желтый тоже где-то можно теплого вот этого цвета добавить вот видите на холсте он смотрится совершенно не смотрится как желтый а смотрится как такой может быть цвет слоновой кости может быть такой чуть кремовый оттенок таким тут можно взять кисти побольше допустим для рисования фона такой поле крупной кисточкой пройтись такими хаотичными мазками краски беру побольше на кисть и смелыми большими мазками наношу цвет фона если серый вдруг значит смешается с желтеньким да вот этот серый индиго попасть вместе с желтым помешаются получится такой приятный приятный зеленоватый тоже может здесь быть такой цвет использован вот я почти не добавляю масло в замес пишу почти таким густым густыми густым мазком так чуть-чуть зелененького получится такой салатовый по холоднее цвет вот сюда он хорошо пойдет потом отдельные маски можно вполне нанести и мастихин вот такая движение плетенка дает возможность фон примешивать другие другой цвет при вот такой работе кистью при нанесении фона таким образом легко менять краску на кисточке и вписывать другие оттенки цвет фона можно добавить много белых ярких мазков сюда картина интерьерная стилизованная поэтому большие красивые маски пастузные хорошо будут смотреться может мы потом еще и мастихинчиком добавить вот посмотрите какой приятный куда же вот так вот эти блеск до появляется тогда когда большими мазками крупными жирными наносишь краску вот ну здесь бы конечно хорошо бы тоже проложить фон для того чтобы уже спокойно начать писать цветочки не отвлекаться на фон серый угол такой у нас левый серый уголочек значит тела индиго краска идет тоже с белым но здесь ее больше может быть с капелькой зелененького попробовать вообще смешиваете смелее разные цвета пробуйте экспериментировать не боятся по контрастнее сделала угол левый чуть-чуть по контрастнее но естественно он высветится здесь так стилизованно показана драпировка видимо намек на ткань на складке чуть-чуть и розоватеньким ну многовато до розового значит слегка убираем убираем просто накладываем белые маски сюда прям по вот этому светлому розовому оттеночку можно еще каких-то холодных сюда добавить вообще чем больше цветов нанесенов на цвет фона тем лучше тем фон живописней вот разноцветный фон закрасить одним цветом скучно тем более что это картина интерьерная сейчас все больше и больше все чаще и чаще украшают интерьеры вот натуральными так сказать живописными полотнами на мой взгляд сейчас это актуально это не только приятное хобби но и отличный подарок картина сделана своими руками отличное дополнение к интерьеру фоном к цветам к будущим цветам как бы к букету для того чтобы цветы наносить по фону некоторые цветы крайние цветочки у нас легли на фон а не подрисовывать фон и естественно потом под цветами да это гораздо тяжелее и подбирать краску тяжелее и обводить как бы контуры цветов фоном потом очень тоже сложно вот ну вот такой у нас получился фон переходим к вазочки цвет опять индиго плюс немножко зеленый зеленый веридон у нас и смешиваю с белым вот он этот наш оттенок такой голубовато-зеленоватый неяркий нанесла на одну сторону вазочки и так слегка растушевала таким образом растушевываем не нажимая на кисточку еле-еле вот так смазала то есть контур не резкий резкий незаметный так вот можно даже слегка вот так вот растереть здесь у нас контур вазочки с другой стороны и опять вот этот наш приятный зеленовато-голубоватый оттенок может быть в него чуть больше тела индиго добавить немножко беру накисть маслица серединка вас вазочки очень светлая и она еще и холоднее вот если посмотреть тут просматривается такой светло-лимонный немножко немножко его тоже хорошо бы сделать ваза будет казаться более объемная за счет того что здесь более теплый цвет такой серый а в серединке такой зеленоватый лимонники добавлен и светло совсем значит светлый блик посередине вас так вот распределяем его ну и пока с вазой все можно вот так легонько погладить кисточкой по вазочке но совершенно не обязательно выписывать вообще такая картина без подробностей ваза тут без подробностей цветочки тоже так вот стилизованно написано чуть-чуть утемнение некоторые места и дальше начинаем с цветочков начинаем делать цветочки розочки пока мы их просто наметим наметим наши розочки самые крупные хотя бы где они у нас будут тут центр композиции смещен самый крупный цветочек он находится где-то вот здесь вот прям сразу его можно нанести вот потом так вот наносим остальные цветочки не обязательно их нарисовать все 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 можно дорисовывать где-то свои тут самое главное все-таки понять что самые крупные розочки они находятся в центре букета и больше всего соответственно на себя внимание это и тянут привлекают берут больше всего на себя внимание вот так красиво распределяем цветочки и маленькие и и побольше крупные вот все вот так вот мы и наносим можно сделать чуть поменьше цветов допустим до почти до низа вот эта веточка пойдет да то есть веточка мы потом соединим конечно но само направление да и величина вот этой ветки почти до края вот этой вазы да идет не естественно мы потом что-то и добавим подкорректируем в процессе работы над картиной естественно рисунок эскиз корректируются композиция здесь асимметрично но тем не менее она уравновешенная то есть вот правый бок и левый они не перетягивают друг друга поэтому и по размеру и по форме и по цвету и по насыщенности левая и правая часть должны друг друга уравновешивать чуть-чуть дальше вот вот эти вот эта веточка чуть-чуть как бы выше чем вот это не на не делаем их на одном уровне и вообще посмотрим критично на свою картину чтобы не выстраивались цветочки в ровные квадраты там не какие-то четкие геометрические формы ромбы круги да если видим что устраивается какая-то четкая диагональ допустим да или что-то еще значит добавляем цветочек таким образом чтобы эту диагональ увести поломать диагональ чтобы ее не было или какая-то получилось допустим ровный крут очень часто получается у новичков особенно когда рисуют букеты здесь стилизован а вот когда в реалистичной техники почему-то объединяет таким образом чтобы получился круг это конечно сразу бросается в глаза и придает картине ненужную декоративность вот от декоративности надо отходить если мы конечно не рисуем жестовский поднос да вот ну вот я нанесла основные моментики основные цветочки их уже предостаточно что называется теперь следующим этапом я беру зеленую краску нам нужен темный зеленый насыщенный цвет вот посмотрите если провести просто зелененький это недостаточно свет неестественный будет отталкивать взгляд добавляем немножко красненького чуть-чуть красненького и чуть-чуть желтенького цвет получается такой буро-зеленый вот он как раз нам и здесь понадобится и так в зеленый веридоновый добавила немножко красного и чуть-чуть зеленого до получения такого зеленого темно-зеленого болотного цвета закрываем внутренние части нашего букета так чтобы цветочки оставались так чтобы цветочки оставались как будто не задеты и не зарисованные не искаженные даже маленькие цветочки я вот так аккуратненько обхожу кисточкой где-то на кисточку беру чуть больше желтого где-то чуть больше зеленого темный цвет листвы в глубины в глубине букета у нас распределяется почти до края вот этого букета почти до его края почти до крайних цветочков так и вот Продолжение следует... Здесь можно потоньше взять кисть, чтобы легко можно было так огибать как бы вот эти бутончики. Не заезжая лишний раз за границей цветов. Вот самое главное, чтобы у нас была очень темная серединка. Вот здесь почти черный цвет, красненького можно добавить в зеленый. Это утемнеет еще зелень, сделает ее более темной, более насыщенной. Соответственно, более контрастной по отношению к цветам и по отношению к светлой зелени, которую у нас еще здесь предстоит нам сделать. Нанесла. Затем. Хочется уже вот сейчас на этом этапе провести тоненькую веточку. Тонкую кисточку каким образом сделать, чтобы тонкая кисточка писала? Ну, можно взять тонкую, притонкую единичку, либо вот так расплющить кисточку. Расплющить. Взять легонько ребром на нее краску и вот так, как бы скользя, держа кисточку по закончик, провести вот такую вот тоненькую веточку. Ну, масло дает возможность нам исправлять, да, поэтому не получилось. Можно аккуратненько собрать кисточку с тряпочкой, там убрать и попробовать провести еще раз, допустим, да. Вот. Вот такие там веточки. Можно добавить немножко каких-то элементиков. Кому как нравится. Нравится больше дополнительных стебельков. Добавляем еще. Где-то стебелек потолще, значит мы его немножечко более темной краской подведем и где-то сделаем потолще. Вот. Всю картину очень красиво оживляют светлые листочки. Ну, светлые и темные. Немножко по краям дорисую вот сейчас темненьких листочков. То есть, ну, допустим, здесь, да, вот раз темный зеленый плюс красный плюс немножко желтого. Вот этот наш такой теневой зеленый замес, да. Некоторые листочки я вот так темненьким дорисовываю по краям. То есть, тут они уже не сливаются в общую такую массу, а вот сюда более заметно с краем. Потом еще, конечно, мы доделаем композиционно, добавим. Ну, сейчас вот такие общие моменты, общие пятнышки, чтобы понимать композиционно картину, видеть в целом. Вот так ее потихонечку и доделываем, достраиваем. Ну, элементы мелкие, конечно же, и тут в самую последнюю очередь, в конце они уже так на финише достраивают композицию. Вернемся еще к этому. Ну, пока вот так несколько таких моментиков у нас получилось. Затем светлые листочки. Светлые листочки очень светло-зеленым цветом. Каким образом мы его делаем? Берем желтый, берем немножко зеленого. Получается цвет такой, майская зелень, я ее называю. Знаете, какой красивый, да? Такой можно сделать два замеса. Один более желтый, еще более лимонный, а другой такой более зеленый. Вот, и добавляем вот этих зелененьких моментиков. Здесь надо брать на этом этапе краску густо, много и часто вытирать кисточку. То есть вот поставили, вытерли, провели листочек, нарисовали листочек, вытерли. Чуть-чуть достроила композицию. И добавляю еще листочки. Они у нас как потемнеют, вот видите, набралась на кисточку краской и уже качественно этой кисточкой следующий листочек не нанесешь. Значит, нужно кисточку помыть, хорошенько вытереть и вот нанести листочек. Ну вот, к сожалению, хватает качественно сделать один мазок. Следующий листочек получается уже не такой чистенький и аккуратненький. Ну, где-то это даже хорошо. Не должны быть они все одинаковые по цвету и по тону, да? Где-то там в глубину ушел какой-то листочек, где-то ближе к поверхности. На днях всё, где-то там. Тихо. С руководства. Егор-тихо. ВЫВЫВЫВЫВЫ. Тихо. Cute. Тихо. 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 Га-д действия. Остренькие кончики у листочков. По возможности стараемся кисточку острым концом прикладывать, и получится острый листочек. Можно потом пройтись по всем листьям и немножко их дорисовать. Но уже потом, когда картина будет готова, немножко можно подкорректировать листочки. Какой-то зеленый плюс белый получается, какой-то светло-зеленый цвет. И немножко листики можно еще и таким. Тут где-то светлое место поискать на пукете. И чуть-чуть таких добавить туда. Ну, уже теперь нам, смотрите, ничего не мешает дальше начинать делать розочки. Розочки у нас стилизованные. Наносим темную краску. Кармин смешала с белым. И вот такие движения делаю. Ну, и немножко совсем белых по краям мазков получается розочка. Смотрите, приложение копирка, которое может идеально перевести изображение в нужный нам размер. Посмотрите, прозрачный экран. И с помощью ползунка я делаю изображение, которое мне нужно нарисовать. Мы взяли портрет. И прямо через экран я вижу свой карандаш и контуры изображения. Переношу их. Так мне нужно. Также, если мне нужно прописать детали, очень мелкие, то я просто увеличиваю экранчик и детали становятся видны. Можно каждую мелочь прорисовать. Установив телефон на какой-то предмет. Сейчас в данный момент он стоит на стаканчике. Получается такое вот. Прямо переведенное через наше приложение. Сейчас мы взяли холст. Холст большой, 40 на 50. И решили перевести пейзаж. Прямо смотря в монитор, видим, как карандаш описывает нужные нам контуры. И переводит. То есть мы выстраиваем так, ставим телефон на таком расстоянии, какой нам нужен холст. То есть мы любой размер. Максимальный размер удобный 60 на 90. Минимальный – это спичечный коробок. Любой человек, ребенок, взрослый может перевести изображение с помощью данного приложения. Поэтому переходите по ссылке под видео. Там вы увидите ссылочку на приложение. Также вы можете в вашем системе Apple Store или Google Play набрать слово «копирка». И выйдите на это приложение. Данное приложение будет хорошим помощником как для начинающих художников, так и для профессионалов для перенесения контуров изображения на холст. Так что дерзайте, используйте и делитесь приложением со своими знакомыми. Удачи вам! Да пребудет с вами вдохновение! Сейчас вот не будет ложиться краска, поэтому сделаем таким образом. Можно нанести все темные моменты на цветочки, а потом уже светлым их дорисовывать. Как раз краска хорошенько впитается в холст. По тону этот красный почти сливается с темной зеленью, то есть такой красный насыщенный цвет. Ну и не стремимся сделать шарики. То есть где-то сливаются цветочки в один цветок, да, получается такая совершенно неправильная сдвоенная форма. Где-то один цветок гораздо меньше рядом с крупным. То есть, как я говорю, делаем платьицу в горошек, да, когда все цветы одинаковые, выстроены рядочками. Это сразу декоративность придаст нашему букету. Вот так мы рисовать не будем. Более светлые цветы на краешках букета. То есть вот такие совсем неправильные формы стараюсь рисовать. Можно, чтобы получить еще более темный цвет. Где-то каждый цветочек пройтись и сделать внизу еще потемнее, внизу только. Как бы с теневой стороны чуть-чуть индиго я примешала к темному красному. Получится цвет потемнее. Чуть-чуть он утемнится. Где-то цветок накладывается на другой цветок, да, то есть вот такие моменты, которые нам исключают декоративность картины. Вот можно обязательно использовать. Вот. Спасибо. Спасибо. Не забываем, пожалуйста, про это. Вот сейчас я так и сделаю, я отойду в сторону, посмотрю картиночку со стороны и потом что-то подкорректирую. Продолжение следует. Правильно и хорошо построена композиция, это очень большой плюс к картине. Могут быть не прорисованы детально цветы и фрукты, но если она правильно и красиво закомпонована, это уже очень много и очень хорошо. Продолжение следует. Получилось два цветочка на одном уровне. Как бы уровне, да, немножко я вот этой розочкой уберу. Пусть еще один цветочек сюда свешивается, это неплохо. Так, ну видно, да, что цветочки не похожи на кружочки. Вот видно, насколько тут неправильные формы. Направление некоторых цветов уже видно, да, куда они направлены. Они не направлены все на меня, они все по-разному направлены. Крайние боковые направлены на край, в край смотрят, да. То есть вот на этом этапе уже чуть-чуть-чуть начинаем к этому подходить. Так, сейчас я отойду в сторонку, посмотрю картину в целом и потом мы продолжим. Я посмотрела на картину издалека. Пожалуй, вот здесь многовато цветочков. Слегка вот убираю фоном лишнего. Ну-ка. Но потом, померь там, как мы будем писать, возможно, сюда мы что-то еще и добавим. Ну, тут какие-то листочки. Ну, тут какие-то листочки. Чуть-чуть добавляю лепесточков. Ну, а мы переходим к рисованию розочек. Цвет кармин, смешанный с белым, дает приятные розовые оттенки. И побольше беленького беру. Вот те лепесточки, которые больше направлены к свету. Я их тоненькой кисточкой начинаю показывать. Естественно, глубину вот этой розочки мы не видим, а видим внешние лепесточки, те, которые... Обращены к свету. И вот такими движениями. Начинаем. Не на всех цветах, а так вот кое-где. Обозначаем вот эти вот моменты. Не обязательно вырисовывать каждый, каждый, каждый цветок. Не обязательно. Где-то если я вижу слишком много, убрала, да, в белый, значит добавляю темненького. Вот. Не увеличиваем. Не увеличиваем цветы по размеру. Мы уже композиционно наметили. Посмотрели издалека нас. Нам все понравилось. И на этом этапе вот увеличивать цветы как бы не хотелось. Не нужно. Будет такое желание подправить, подделать. И как бы... От этого только можно... Искажается формой цветочка и больше ничего. Потом приходится все стирать и восстанавливать. Поэтому не увеличить. Лучше не увеличивать цветок. Ну, если там на сто процентов не уверен, что ты вот... Сейчас получится точно хорошо, точно лучше. Вообще хорошо бы на каждом этапе фотографировать. Потому что иногда можно закрасить удавшийся кусочек. Потом становится жалко. По фотографии можно будет восстановить. Мелкая розочка. Прекрасен этот цветок. Каким прекрасным дополнением может быть картина из мелких садовых розочек. И Quan Анат圭. Надеюсь. маленькими штришками беру понемножечку красочку и вот так до розочки достраиваю цветочек какой-то лепесток может быть отгибаться до в сторону где-то светло розовым где-то белым не прорисовываю досконально никак в учебнике по биологии за направлением следим да вот эти все цветочки направлены у нас вниз можно за несколько как бы приемов да то есть сейчас вот общие лепесточки не не все идеально и досконально таким красненьким слегка можно поработать в серединке вот тот цвет который кармин с каплей белого добавит яркости цвета несколько штрихов можно дать каждому цветочку каждому соцветью вот очень классно смотрится когда одна роза перекрывает другую если многовато беленького значит чуть где-то в теневых можно добавить темненького красненького так до компоновать может быть даже не самым белым цветом таким слегка розовым пройтись а потом самые яркие места вот блики до поставить уже белым белым вот такой завернутый цветок розы да так лепесточки накладываются слоями про направление не забываем что не направляем их на себя четко все цветы каждый цветочек почти каждый цветочек смотрит в свою сторону помним про то что у нас вот здесь самый крупный цветок и там несколько не таких средних то есть крупнее чем вот этот у нас центральный крупнее ничего не делаем другие розы крупнее не рисуем не забываем про мелкие и и и не забываем про мелкие цветочки до очень хочется все цветочки иногда поставить в ряд и сделать их одинаковыми ровными и красивыми вот как только такое желание возникает надо закрыть глаза и попробовать что-то сделать закрытыми главами то есть то есть уйти от этого порядка такого вот идеальности какой-то ненужный при работе с красками и и и и где-то белого больше в цветочках где-то розового больше ну то есть чем больше цветы отличаются друг от друга тем лучше тем интереснее они будут сейчас я опять отойду в стороночку посмотрю целиком продолжаем высветлять наши цветочки беленько вот эти вот группа вот этих розочек направлена в левую сторону для какой-то для какого-то цветочка достаточно двух-трех маску допустим даже для какого-то цветка достаточно даже одного маска ну все-таки стараемся бутончики передать чтобы создавался ощущение цветочков букетик ведь это можно конечно очень хаотично сделать и где-то более так понятно но они по-любому одинаковые не получится можете даже не стараться они все равно все будут разные эти розочки то есть в начале определяемся с направлением цветка а потом уже начинаю высветлить и не должно остаться каких-то неопределенных штрихов допустим просто да то есть все равно какой-то намек намек на бутон либо на листочек либо на какой-то элемент либо на веточку должен быть все равно Продолжение следует... 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 эти пятнышки они тоже такую свою добавит красоту картине объединят как бы где-то можно и смазать какие-то цветочки чуть больше светлого центр букета может быть чуть-чуть сюда светло такие мастихиновые маски они такой интерьерности придадут еще добавит хаотичность в картину еще больше объединят цветочки между собой вообще мастихина интересные эффекты дает смелее на пробуйте если нет мастихина допустим можно взять просто обычную чайную ложку и попробовать наносить краску как самой ложкой так и вот ручкой пробуйте экспериментируйте это очень здорово поверьте так ну а мы посмотрим на нашу картину в целом и посмотрим картину в рамке для интерьерного для интерьерной картины подойдет такая простая рамочка без вензелей я думаю вот такая интересная интерьерная картина сегодня получилось у нас я вас жду на своих новых занятиях с вами была школа креатива и я юрова александра всего доброго до свидания субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...